Ставшее популярным в Бурятии кемеровское молоко марки «Тяжин» теперь вне закона. Вкусовые характеристики вызвали у улан-уденцев сомнения в качестве. Сразу шесть человек обратились с жалобой в Роспотребнадзор. Обнаружены производные растительных жиров, также несоответствие массовой доли белка и содержание сухого безжиренного остатка. По факту выявления несоответствующей продукции нами в отношении продавца приняты меры административного воздействия, выданы предписания о снятии ее с реализации и утилизации. Требованием не соответствовало молоко с массовой долей жира 2,5% и даты изготовления 14 апреля, а также 3,2% от 29 марта 2019 года. Более 80 тысяч упаковок этих партий уже изъяты. К сожалению, проверить отсутствие растительных жиров и сухого молока в составе можно только в лабораторных условиях. Дома ориентироваться нужно по внешним признакам. Молоко питьевое должно иметь однородную, нетягучую консистенцию, без хлопья в белка и сбившихся комочков жира, без посторонних запахов и привкуса, с легким привкусом кипячения. Питьевое молоко может иметь сладковатый привкус. Цвет должен быть белым. Допускается синеватый оттенок для обезжиренного молока и светло-кремовый или кремовый для стерилизованного и топленого. Выявить подделку еще на прилавке можно через мобильное приложение «Меркурий» от Россельхоза. У каждой продукции, сейчас по техническому регламенту, производитель должен нанести штрих-код. На каждую продукцию должен быть нанесен штрих-код. То есть к любому смартфону или к телефону подносишь 16-значную цифру, можно считать данную продукцию. Откуда она поступила, кем она изготовлена, откуда она завезена, данная продукция. Сейчас в программе можно отследить мясную продукцию и часть молочки. Непосредственно молоко, обязательный электронный ветсертификации, будет подвержено с 1 ноября. Пока покупателям остается быть бдительными и в случае сомнений обращаться в Роспотребнадзор. Мария Кравцова, Андрей Дармаев, Новости дня.